Сегодня ночью в Алапаевске на улице Красина, что в частном секторе, было совершено двойное убийство пенсионеров. 68-летнего мужчины и его 65-летней жены. Дедушка был зарезан злодеем в избе, а исколотое тело хозяйки дома было обнаружено случайными прохожими во дворе. И именно это обстоятельство позволило быстро подключить полицейских к расследованию. Теоретически, если бы оба супруга были убиты в недрах дома, то их тела могли пролежать внутри несколько дней, пока их не хватилось бы родня. А так в 8 часов 20 минут сегодняшнего утра в полицию Алапаевска позвонил прохожий и сообщил, что во дворе на Красина лежит бездыханное женское тело. Полицейские и следователь СКР прибыли в адрес, но по горячим следам злодея поймать не удалось. И силовики приступили к плану Б, к своей ежедневной рутинной работе, как то осмотр места происшествия, поквартирный обход, допрос свидетельную и, конечно, куча экспертиз, судебно-медицинская, дактилоскопическая, генетическая и так далее. На сегодня однозначно можно сказать, что супруги-пенсионеры были зарезаны ножом. Ну а дальше начинается сфера фантазии. Не исключено, что к пенсионерам в гости заглянул кто-то знакомый, да может и не один, стали не распивать алкоголь, в ходе буханки возникла ссора, киллер зарезал дедушку, его жена успела выскочить наружу и, вероятно, побежала к воротам, чтобы позвать на помощь, но ножик без пощадного резчика настиг ее во дворе. Согласитесь, это хоть как-то объясняет то, почему женщина оказалась посреди ночи на улице. Может, было все то же самое, но без алкоголя. Ночной визитер, допустим, был не алканавтом, а тупо разбойником-грабителем. Вторгся в дом, старики проснулись, ну и далее по схеме. Но это всего лишь взгляд дилетанта со стороны. Набрасывание самых банальных и поверхностных версий. Нет, ну, конечно, не случается, что пенсионеры, допустим, болели за финцев на чемпионате мира по хоккею. Ну, это уж слишком экзотическая гипотеза.